Спасибо, спасибо. Дайте, пожалуйста, мне знать, видно ли, слышно ли участникам, да, я поняла, что Татьяна меня видела, слышала, отлично, замечательно, благодарю, огни, увидела, все хорошо, спасибо. Ну что, коллеги, сегодня наша с вами очередная встреча, что она тоже будет полезная, как и все встречи, которые проходят в Директ Академии, и сегодня мы с вами поговорим, может быть, для кого-то об очевидных вещах, а для кого-то, может быть, совершенно не очевидных вещах, а, собственно говоря, о тех требованиях, которые предъявляются к нам, когда мы пишем кандидатские или докторские диссертации, сегодня прям вот именно по диссертациям, не просто для всех, для всех, кто занимается наукой, исследованиями и публикуется, а именно для тех, кто готовит работы. И вот сегодня об этом хотелось бы поговорить и подсветить следующие важные темы. Во-первых, существуют требования, на которые точно нужно ориентироваться, и если я вам скажу, там, почитайте положение о присуждении ученых степеней, например, да, можно так сделать, но на самом деле большая часть информации, как показывает практика, там, избыточная, потому что там все-все-все варианты развития события, мы на них не должны ориентироваться, мы с вами должны ориентироваться на успешный вариант прохождения всех наших этапов, поэтому сегодня только о тех требованиях, которые действительно нужно обязательно иметь в фокусе своего внимания для того, чтобы все было хорошо. Второе, совершенно неочевидная практика показывает то, что вот по второй категории нашего сегодняшнего вебинара, второму пункту, да, некоторые вообще не владеют этой информацией, поэтому сегодня на нее тоже обратим внимание, в частности, поговорим о том, что такое номенклатура, как она выглядит, что такое паспорта научных специальностей, и вообще зачем мне об этом знать, я, допустим, аспирант пишу, собираюсь писать кандидатскую диссертацию, зачем мне вообще эти документы нужны, мне же все научный руководитель сказал, например, да, вот чтобы у вас не было такого вопроса. Докторанты, безусловно, понимают, что это, но, коллеги, сегодня я буду и для одной категории, и для другой категории, поэтому, может быть, здесь нюансы какие-то будут полезны и тем и другим. Ну и тоже неочевидный вариант своего продвижения к цели, когда мы начинаем, казалось бы, исследование, и еще, может быть, особо текста нет и так далее, и вдруг я сегодня вам скажу, начинайте выбирать диссертационный совет, что случилось со спикером, в своем ли он умеет, что называется, да. Да, диссертационный совет я рекомендую выбирать осознанно и некоторые моменты учитывать, и, собственно говоря, с этим вопросом не затягивать, и обо всем об этом сегодня как раз мы с вами и поговорим. Начнем с того, вообще, какие требования у нас существуют по отношению к аспирантам и докторантам, и немножечко так их систематизируем для того, чтобы было понятно, потому что у каждого из вас персональная ситуация, и сегодня мы, естественно, будем говорить в общем об аспирантах и докторантах, но я буду подсвечивать как раз те неодинаковые пути, которые можно выбрать, и в связи с этим как будут меняться ваши требования. Что касается соответствия требованиям, то тут как минимум три позиции нам нужно иметь в виду. Ну, во-первых, основной документ, который регламентирует процесс присуждения ученых степеней, это положение присуждения ученых степеней. Да, можно его почитать, основные вещи сегодня рассмотрим. Это тот документ, который задает, давайте так скажу, минимальные требования к аспирантам и докторантам, которые защищаются разными способами. Раскрою чуть попозже, что я имею в виду. Второе – это, безусловно, ГОСТы, потому что, несмотря на то, что мы с вами пишем фундаментальную научную работу или прикладную научную работу, и, в общем-то, проводим исследования, и нам кажется, что вот это исследование – это самое главное, это так и есть, но при этом никто не отменял оформление, никто не отменял те требования, которые существуют, в том числе зафиксированы в разного вида ГОСТах. Сегодня об этом тоже с вами поговорим, вы увидите, как их много, и, соответственно, что в них тоже желательно разобраться. И здесь такая часто встречающаяся практика бывает, что, особенно аспиранты говорят, зачем я буду разбираться, я открою чужую диссертацию, посмотрю, как у него сделано, и сделаю по аналогии. Это не самый лучший путь, друзья, такой путь возможен, но он не самый лучший, сегодня поговорим, почему, когда дойдем до ГОСТов. Второй, третий, точнее говоря, компонент – это так называемые требования диссертационного совета. И здесь, наверное, слово «требования» надо было поставить в кавычках, поскольку диссертационные советы в классическом нашем понимании, то есть те советы, которые организуются при высших учебных заведениях и научных организациях, и подотчетный ВАГ, они как таковые требования не опубликовывают, да, по той простой причине, что эти требования задает ВАГ. А вот у нас есть другая категория диссертационных советов, и это как раз вот те развилки, которые могут у каждого из вас случиться в принятии решений, куда, каким способом мне пойти и где мне защищать диссертацию. Если вы вдруг выбираете диссертационные советы, которым дано право присуждать ученые степени самостоятельно, то вам нужно в первую очередь ориентироваться на те требования, реальные требования, зафиксированные требования, гадать тут ничего не нужно, те требования, которые установил этот конкретный диссертационный совет для того, чтобы именно у него можно было получить ученую степень, то есть защитить свою диссертацию и получить диплом. Поэтому вот даже уже на уровне требований мы с вами наблюдаем, что тут есть нюансы, есть особенности. Классические диссертационные советы, первая, вторая категория требований, неклассический, скажем так, совет, то есть самостоятельно присуждающий. Вообще, возможно, вы будете ориентироваться только на третью категорию, только на то, что написано в документах этого диссертационного совета. Почему, может быть, спросите вы, а как же так, есть же ВАК, который, значит, вот это регламентирует. Дело все в том, что, безусловно, ВАК курирует деятельность этих советов, но раз им дано право присуждать эти ученые степени, каждый этот диссертационный совет решает, какие эти требования будут. И здесь, что нам важно понять, что чаще всего, практически в 100% случаев, эти требования будут иные, они будут более сложные для кого-то, потому что, скорее всего, там будут требоваться более серьезные публикации, либо из более ограниченного перечня, либо конкретные базы. Мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. То есть вот здесь мы все-таки начинаем с изучения требований вот этих вот диссертационных советов. Я вижу, что вопрос, друзья, я сейчас немножечко до какого-то блока дойду, и обязательно отвечу, чтобы я просто не прерывалась. Следующее, что мы должны для себя как бы понять, что у нас есть требования разного типа. У нас есть требования к человеку, то есть к самому защищающемуся. Второе, у нас есть требования к диссертации, собственно, к тексту, каким характеристикам она должна соответствовать, что в ней там должно быть, какой она должна быть и так далее. И следующее требование, я сейчас из глобальных требований, понятно, что их может быть масса и к оформлению, и требования ко всему, но вот глобально и, конечно же, требования к публикациям, к публикациям, к той новизне, которая нашла отражение публикации. То есть вот эти три категории – это прямо основа основ, на которую мы ориентируемся. И вообще требования к защищающимся, я когда готовила сегодняшнюю нашу презентацию, я думала, что я опущу это, потому что мне казалось, что это очевидно, но буквально несколько дней назад я встречалась с ребятами, которые выпускаются в этом году из вузов, собираются идти продолжать свое научное образование, собираются писать диссертации, и мне был задан вопрос по поводу того, стоит… Они заканчивают специалитет, и они собирались, часть из них собиралась идти в магистратуру для того, чтобы иметь возможность выйти затем на защиту кадатской диссертации. Я поняла, что это не всем очевидно, и что, может быть, это такой простой вопрос, что иногда человек стесняется его задать, и именно поэтому я добавила эту информацию сегодня. Давайте начнем все-таки… Так, я сейчас все-таки отвечу, как узнать, что диссертацию самостоятельно обладают таким правом. Екатерина, у нас есть перечень организаций, которому предоставлено такое право, этот перечень. Если вам он нужен будет, да, вы можете… Вот почта на каждом слайде указана. Вы можете мне написать, я вам такой перечень сброшу. Просто сегодня как бы не совсем тема этого разговора, поэтому я на слайд не вынесла этот перечень. Этот перечень закрытый, вы зайдете на страничку этого образовательного или научного учреждения и посмотрите, какие там есть диссертационные советы, какие у них есть требования. Итак, к защищающимся. Значит, если мы защищаем степень, планируем защитить и получить диссертацию, получить степень доктора наук, то к нам предъявляются следующие требования. Уже очевидно, что у нас все предыдущие требования выполнены, потому что без них мы бы не получили статус кандидата наук. И поэтому у нас тут две, по сути, два компонента. Первое, у нас есть степень кандидата наук, у нас есть документы, подтверждающие об этом. Сразу обращаю внимание, друзья, еще на один нюанс. Как раз вот про докторскую степень. Если человек защитил кандидатскую диссертацию, давайте неприятный пример, простите, я его приведу, и ему не дали, не подтвердили эту степень, то есть у него нет диплома, то есть защита была, но диплома нет, он не может претендовать на получение степени доктора наук. То есть здесь у вас потребуют не подтверждение того, что была защита, а именно диплом. Вот это важный нюанс. И второй момент, естественно, у человека подготовлена диссертация на основе результатов его научного исследования. Вот здесь, может быть, это кому-то очевидно, кому-то нет, но прямо в положении о присуждении ученых степеней, я сегодня прямо на слайдах, на некоторых буду указывать конкретно, откуда, раз мы про нормативные требования, вот эти требования взялись, то есть здесь исследование 100% должно у вас быть. Кто-то задаст вопрос, что на кандидатскую не надо исследование, но на самом деле сейчас посмотрим, какая трактовка у нашего законодателя и увидим, что да, здесь есть некоторые нюансы. И здесь вот как раз еще один момент возникает, что защищать диссертацию вы можете в разных форматах. Сейчас у нас дано право защищать диссертацию, скажем так, в классическом формате. Это то, что мы привыкли с вами воспринимать, написанная докторская диссертация, есть публикации, есть автореферат, и вот это классический формат. Но в 2022 году в положение о присуждении ученых степеней был добавлен формат подготовки докторской диссертации в виде научного доклада, когда, собственно говоря, диссертация не пишется. Вот если вы давно работаете над подготовкой докторской или вообще давно в исследовательском поле, вы, наверное, слышали, что много-много лет все, кто готовили диссертацию, говорили, вот зачем я пишу этот большой труд, вот у меня уже столько публикаций, дали бы мне право без подготовки текста защитить диссертацию на основе вот этих публикаций. Вот, наконец-то, мы до этой ситуации дожили, и в 2022 году было дано такое право защищать диссертацию в формате научного доклада. И вот здесь, то есть если вы сейчас только начинаете писать диссертацию, вам надо определиться, в каком формате вы это будете делать. Я сегодня на протяжении нашей встречи буду подчеркивать, что вот здесь нюанс, вот здесь разное будет. То есть вы не можете определиться потом вот с этим форматом, потому что требования очень разные к этим двум форматам. Вообще работы, которые нужно делать, они сильно отличаются. Следующее. Если мы говорим об аспирантах, я назову так аспиранты, хотя это необязательный статус. Давайте для людей, которые собираются защитить чтить кандидатскую диссертацию и получить степень кандидата наук. Что здесь? И вот здесь как раз нам нужно подтвердить наличие высшего образования, подтверждается дипломом либо специалиста, то есть уровень специалитета, либо дипломом магистра. Если диплом бакалавра, да, это не подходит, но после специалитета идти на магистратуру для того, чтобы потом пойти в аспирантуру, совершенно не нужно. Можно это уже на этом уровне реализовывать. Не теряйте дополнительные годы, можете уже проводить исследования. Если же вы после бакалавриата пошли на магистратуру, у вас есть такой диплом, пожалуйста, да, с этого уровня мы тоже можем с вами двигаться в защите диссертации. И здесь у нас два все-таки дополнительных компонента. Тут недостаточно диссертации, тут нужно еще сдать кандидатские экзамены. Это существенное отличие от докторской диссертации, потому что люди, которые готовят докторскую, уже никакие экзамены не сдают. Это ваши будут последние экзамены в жизни. И дальше уже просто исследования. И вот здесь я не случайно опираюсь именно на положение, потому что, как вы видите, здесь при формулировке подготовил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, ни про какие исследования речи нет. Нет, это прямая цитата, из положения. Это не означает, что у вас исследование не должно быть в работе. Я как раз настаиваю всегда на том, что исследование нужно, иначе вообще, что это за работа такая будет кандидатская. Но тем не менее, законодатель такую формулировку дает, как ни странно. Здесь в большей степени идет акцент на то, что это научно-квалификационная работа. И поэтому вот, видимо, такая расстановка акцентов, такое различие между этими работами. Тем не менее, конечно, я настоятельно рекомендую исследование проводить и работу на основе этого исследования готовить. Что касается кандидатских диссертаций, они тоже теперь могут быть защищены в разных форматах. И классические варианты в виде научного доклада. Второй формат в виде научного доклада введен совсем недавно, еще не прошло года. Если я не ошибаюсь, по-моему, 23 или какого-то октября 23 года было это изменение внесено в положение присуждения ученых степеней. И поэтому это официальный сейчас формат есть. То есть вы тоже как будто бы можете выбирать, как вам защищаться. Но, друзья, сразу хочу вас сориентировать для того, чтобы... Ну, многим сейчас покажется, ой, так я напишу там десяток статей и пойду скорее защищать диссертацию. Давайте, чтобы вы не запутались и чтобы вы в этой нормативке не копались, я вам все нюансы сейчас расскажу. Значит, если мы говорим о диссертации в виде научного доклада, почему я диссертацию закавычила, потому что как таковую диссертацию вы и не пишете, ее нет. То есть как такового текста, вот этого толстого, его нет. Это как раз больше похоже на автореферат, то есть это краткое обобщение тех результатов исследовательских, которые у вас были получены. И, соответственно, здесь, к этому виду защиты предъявляются дополнительные требования. Собственно говоря, я бы даже сказала, не дополнительные, а вообще другие. То есть раз текста нет, то основной пул требований предъявляется к вашим публикациям. И еще нюансы именно по поводу кандидатских диссертаций. Значит, если вы собираетесь готовить диссертацию в виде научного доклада, это, с одной стороны, это ваш выбор, с другой стороны, вы очень ограничены требованиями. Требования какие? Это можно сделать только, если вы обучаетесь в аспирантуре на очной форме обучения. И если вы это делаете либо в период освоения программы, либо в течение года после того, как вы заканчиваете осваивать эту программу. То есть если вы не учитесь в аспирантуре, если вы не на очной форме, то есть все вот эти вот, это не или-или, а это совокупность этих требований. Если вы вышли за пределы этого календарного времени, то вы сами для себя должны понять, что здесь жесткий дедлайн. Если вы за него вышли, вам уже не разрешат в такой форме защищать кандидатскую диссертацию. Ну и еще важные нюансы о том, что это тоже, это решение, это письмо, которое было принято по поводу именно кандидатских диссертаций, которые будут защищаться в виде научного доклада. И в этом письме сказано, что вот эти вот нюансы будут вынесены в положение о присуждении ученых степеней, поэтому мы как бы ждем по той простой причине, что вот обратите внимание на слайде, научные специальности, по которым эта диссертация может быть защищена в виде научного доклада, они будут определяться в АК. Пока я такой информации нигде не видела, идет сейчас, видимо, работа над этим перечнем, и поэтому как бы оно уже в положении-то внесено, такая возможность уже зафиксирована, но как обычно некая вот эта практическая реализация, как это будет все на практике, пока не совсем понятно. И еще очень важный нюанс, очень важный нюанс, чтобы вы тоже знали. У нас сейчас в положении о присуждении ученых степеней закреплена возможность того, что экспертные советы ВАГ, вот, допустим, вы защитили диссертацию, отправили ее и документы о защите ВАГ, и ваши документы рассматривает экспертный совет, назначается определенный эксперт по вашей работе. Так вот, экспертный совет, если есть какие-то сомнения, самостоятельно вы выполнили работу, какие-то вопросы вообще к работе есть, экспертный совет имеет право пригласить аспиранта или докторанта на профильное заседание экспертного совета. Это прямо в положении закреплено. То есть любого из тех, кто готовит диссертацию, по тем или иным причинам могут пригласить в экспертный совет. Но здесь я использую слово «могут», а вот если вы готовите диссертацию в виде научного доклада, то все соискатели, то есть тотально все соискатели, которые защищают в таком формате, они в обязательном порядке приглашаются на заседание профильных экспертных советов, более того, форма участия очная. Потому что бывает форма участия онлайн, когда человек подключается посредством ВКР, например, и с ним беседуют, задают вопросы, то есть по ту сторону экрана эксперты, по эту сторону экрана сидите вы, и у вас происходит контакт. Эксперты убеждаются в том, что вы владеете темой, вы ответили на те вопросы, которые у них возникали, и вам подтверждают, что все в порядке, все хорошо. Здесь процедура такая. Сразу хочу сказать, что вот эти процедурные моменты, это официальный документ, но это письмо. То есть вот эти конкретные пункты по реализации в этой форме защиты пока не нашли своего отражения, положения о присуждении ученых степеней, хотя в этом письме ВАГ сам апеллирует в последнем пункте на статью 44, прошу прощения, положения. То есть на самом деле это такое вот, это как раз то, о чем я все время говорю, мы с вами постоянно находимся в ситуации изменений, то есть что-то уточняется, что-то конкретизируется, что-то изменяется, и, конечно же, вам нет времени, возможности постоянно мониторить вот эти нюансы, именно поэтому мы такие вебинары проводим, для того, чтобы вас осведомить и сэкономить вам время. Вот это вот моменты, пожалуйста, учитывайте, готовы вы к этому или нет. Если мы говорим о требованиях к диссертации, то есть вот к защищающемуся мы рассмотрели, теперь давайте к диссертации. Опять же, тоже положение о присуждении ученых степеней говорит нам о том, что диссертация должна быть написана самостоятельно, такими-то качествами обладать, она выдвигается на, значит, публичную защиту, и, в общем-то, из этой диссертации должно быть понятно, что аспирант или докторант, или человек, который не учится, да, кстати, да, я вот не сказала, что вы не обязательно должны учиться в аспирантуре или в докторантуре, вы можете это сделать автономно, а потом прикрепиться для защиты ученой степени. Вот этот нюанс очень важный, я забыла сказать. И вот здесь, когда мы рассуждаем о том, как мне понять, моя диссертация удовлетворяет этим требованиям или нет, то вот это требование о самостоятельности, оно чаще всего вызывает самые большие сомнения, потому что, а как я это докажу? Ну ведь рядом со мной никто не стоит, а вдруг кто-то что-то подумает, там, и так далее. Именно поэтому я его выделила из всего текста, хотя это может быть не самое главное, вообще ваша диссертация должна содержать новые научные результаты, это самое главное, потому что именно они выносятся на защиту, а не весь текст вашей диссертации по сути. Но тем не менее, вот этот нюанс я хочу объяснить, как это все проверяется. Это проверяется через вашу академическую этику, я бы так сказала, которой посвящена отдельная статья в положении, где указано, что в диссертации соискатель ученой степени, любой ученой степени, обязан, естественно, ссылаться на авторы и источники заимствования. То есть как мне показать, что я написала работу самостоятельно? Мне нужно свои мысли отделить от чужих мыслей, чтобы это очевидным образом было понятно. Тогда будет ясно, что вот это мысли Иванова, Петрова, Сидорова, они до меня изучали эту тему, они молодцы, они уже проделали свой какой-то исследовательский путь и свои результаты предъявили. Я, опираясь на их исследования, провожу свою работу и предъявляю свои результаты, обладающие научной новизной. Вот из вашей работы это четко должно следовать. И если это так, то как бы вопросов к самостоятельности с точки зрения оригинальности вашей работы, с точки зрения того, что там есть ваши идеи, не возникает. Безусловно, работы у нас проверяют на оригинальность через, не обязательно через систему антиплагиата некоторых образовательных организаций и научных организаций. Есть свои способы проверки, но тем не менее, это как бы такой более часто применяемый способ. И я специально полностью всю статью вынесла на слайд для того, чтобы обратить ваше внимание на то, что даже если вы на свои публикации, которые есть, которые вы сделали, ссылаетесь, вы это тоже должны отметить в своей диссертации. Как сделать так, чтобы к вам не было претензий? Мы не будем сегодня говорить о плагиате. Я буквально один слайд хочу ваше внимание привлечь к тому, как сделать так, чтобы у вас то, что вы говорите о других исследованиях, посчиталось как цитирование. Для этого мы используем цитаты. Для того, чтобы было понятно, прямые цитаты, если вам что-то нужно показать, что думал другой автор, это для вас самый безопасный способ закавычить его мысль, тем самым отделив вот эту вот мысль в кавычках от своих дальнейших рассуждений. Для того, чтобы к вам не было претензий по оформлению этих цитат, казалось бы, это тоже очень просто, ну, закавычила я, ну и прекрасно. Мы с вами ссылку ставим всегда после цитаты. Самая часто встречающаяся ошибка при оформлении цитирования состоит в том, что аспирант, ну, докторанты, меньше так ошибаются, аспирант пишет, в работе Иванова открывает кавычку, открывает скобку, ставит номер источника, например, страницу, да, и дальше открывает цитату и цитирует. Нет, нужно ссылку поставить в конце, после того, как вы закрываете, как бы, кавычку. Следующее. Когда мы с вами ссылку, в зависимости от того, как вы оформляете ссылку, требование нам гласит, что мы либо это делаем в квадратных скобках, тогда нам нужно с вами указать страницу, иначе рецензент, эксперт, ваковский, например, захочет проверить ваш источник, а вы точно копируете этот источник, он должен пройти и увидеть это. Когда мы не ставим номер странички, мы как бы подразумеваем, типа, уважаемый эксперт, ты пройди и посмотри весь этот источник и поищи, да, мы какой-то квест делаем, поищите, пожалуйста, на что мы оформили эту ссылку. Это не вполне корректно с точки зрения вообще требований, и более того, это, конечно, затрудняет экспертизу вашей работы, но и здесь есть нюансы, друзья мои. В зависимости от специальности, по которой вы будете готовить диссертацию, может быть такое, что у вас ссылки в квадратных скобках без номера страницы считаются абсолютно нормальными, например, медицины. Поэтому здесь, конечно, вы смотрите требования, вот то, о чем я говорю, что мы сегодня с вами требования-то посмотрим, но они все-таки отличаются в зависимости от того, где это самостоятельный совет или классический совет, какая специальность у вас будет и так далее. Ну и, безусловно, конечно, мы не забываем, что мы не просто ссылаемся в тексте на этот источник, мы обязательно этот источник размещаем в список литературы. Вот эта связка, ссылка, список литературы у вас должна обязательно присутствовать, особенно если вы там в квадратных скобках делаете ссылку, когда у вас нет полного библиографического описания, и я хочу посмотреть, на что вы ссылаетесь, я должна иметь эту возможность. Если я там, например, официальный оппонент или эксперт, когда вы будете сдавать вашу диссертационную работу, в диссертационный совет будет формироваться экспертная комиссия, вам будут назначены три эксперта, они будут читать вашу работу. Поэтому любой эксперт должен иметь возможность проверить этот источник, на который вы ссылаетесь. Еще, что очень важно, когда мы говорим о диссертации, это, конечно, и вот в контексте, в том числе, некой самостоятельности, некой оригинальности и новизны ваших научных результатов, казалось бы, здесь тоже важна техническая составляющая, в том числе то, как вы это оформляете. И вот я всего лишь один слайд уделила тому, как оформить цитату, но вам еще нужно оформлять список литературы, вам нужно, допустим, в некоторых специальностях не допускается оформление ссылок в квадратных скобках, допустим, юриспруденция, философия там и так далее, такие гуманитарные специальности, только постраничные, соответственно, вы в каждой даете библиографическое описание, и что тогда, на что мне тогда ориентироваться? А вспоминайте, мы в самом начале с вами говорили, что еще одна категория требований, это требования, которые прописаны в ГОСТе. Я благодарю Татьяну Телегину, которая поделилась вот этим слайдом вчера со мной, для того, чтобы вы увидели, что ГОСТы – это тоже такое живое ограничение, то есть, несмотря на то, что некоторые из них достаточно долго живут, но тем не менее, вот произошли достаточно активные изменения в 2022-2023 году, и почему я в самом начале сказала, что скопировать с чужой работы и сделать точно так же у себя не самая лучшая идея, потому что, возможно, там либо год не совсем свежей этой работы, то есть, еще не внедрены эти требования были, либо, может быть, человек просто не знал о том, что эти требования существуют, потому что очень много литературы есть, посвященной подготовке диссертаций, просто источники очень быстро устаревают, а эти изменения произошли. Если вдруг там указано ориентируйтесь на такие-то ГОСТы, они уже изменились, и, соответственно, может быть ошибка. Поэтому, чтобы у вас ошибок не было, вот здесь вам собраны библиографические ГОСТы, то есть ГОСТы, которые позволяют оформлять списки, оформлять ссылки детально, с картинками, все очень просто. Еще раз благодарю Татьяну, очень рада, что мы в Директ-Академии находимся в таком каком-то сотрудничестве, потому что, естественно, я не буду вам рассказывать детали о ссылках, а это вам важно, а она не рассказывает вам о диссертациях, поэтому, а вот такой вот тандем здесь очень даже хорош, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этой информацией для того, чтобы вам было проще с этим разобраться. Что касается требований к публикациям, требования к публикациям тоже зафиксированы в положении присуждений ученых степеней, и самое главное требование состоит в том, что у вас вообще публикации должны быть. Но вот это требование, оно тоже оказывается самое неочевидное. Почему? Потому что некоторые его трактуют следующим образом. Именно так, как я сейчас сказала, что у меня должны быть публикации. Друзья мои, я обращаю ваше внимание, что это не совсем так. Во-первых, у вас публикации должны быть в рецензируемых научных изданиях, то есть в тех перечнях, которые утверждает ВАГ, если вы защищаетесь в классическом формате, в классическом совете. Если вы защищаетесь в совете, который самостоятельно утверждает ученые степени, то вы должны посмотреть, а какие требования к рецензируемым изданиям у них. И это очень часто совершенно другие перечни. Или там указаны конкретные базы, где у вас должна быть публикация. То есть, пожалуйста, вот этот весь тезис, который на слайде, он весь важен. То есть рецензируемые издания раз. И второе важнейшее, обратите внимание на начало этой фразы. У вас должны быть не просто публикации, у вас должны быть опубликованы научные результаты. И когда я часто встречаю, что человек, например, долго-долго пишет свою диссертацию и только сейчас подошел к формированию вот этой самой новизны, а у него уже есть опубликованы 15 работ, я же с потолка беру, допустим, да, он считает, что все, он уже выполнил все требования. Нет, друзья мои, придется подготовить публикации, которые закроют ваши научные результаты для того, чтобы вы их могли предъявить именно в виде опубликованных работ. Ну и здесь, на какие перечни мы с вами ориентируемся, у нас с вами про... Нет, не в прошлой, позапрошлый раз первая наша встреча в этом учебном году была как раз посвящена публикациям. И вот, Татьяна, если можно, может быть, ссылку на запись, вдруг кто-то не был, да, я вот что-то не подумала о том, что это можно было сделать. Значит, вдруг кто-то не был, я сейчас не буду повторять содержание часового вебинара. Я все в деталях про все перечни рассказала, про все нюансы рассказала, поэтому, друзья, пожалуйста, если что, если есть такая потребность, посмотрите тот вебинар. И вот, представляете, вебинар прошел, и уже сейчас вот я перед вами демонстрирую новый слайд, потому что перечень поменялся. Прошло там буквально сколько-то, может быть, недель, а перечень уже поменялся. Поэтому вот за перечнями мы с вами следим. Перечень может поменяться не кардинально, там может быть что-то немножечко добавлено, но вдруг это будет касаться именно вашего журнала, именно вашей специальности, именно вас. Поэтому, друзья, пожалуйста, проверяем. Опять же, там на вебинаре я все рассказывала, как это проверить, на что обратить внимание. И здесь я про перечни говорить не буду. Я про требования. Скажу, опять же, все количественные требования там в вебинаре, я только сейчас очень важные моменты, акцентирую на них ваше внимание. У нас требования к публикациям, по сути, можно разделить на две категории. По количеству и как бы качеству. Я в кавычках сейчас объясню, почему. Количество – это то, что зафиксировано в положении о присуждении ученых степеней, если вы в классическом совете защищаетесь, либо в документах диссертационного совета, который самостоятельно присуждает ученую степень. Вот здесь вам очень... Уже на этом этапе вам вот это нужно понимать. Именно поэтому вот в конце нашей встречи будет выбор диссертационного совета. И я прям буду говорить, вот вы еще даже только думаете о том, чтобы писать диссертацию, уже начинаете думать о том, какой это будет совет. Потому что, видите, требования прямо оттуда уже начинают меняться. То есть, безусловно, количество, минимальное количество зафиксировано в положении о присуждении ученых степеней зависит от того, кандидатская это диссертация или докторская диссертация. И еще более зависит от того, в классическом формате вы будете защищать или в виде научного доклада. Для примера, если вы, например, пишете докторскую, там у нас в положении разные специальности выделяются, и там в зависимости от этого немножко меняется число публикаций. Ну, самое большое, минимальное, это 15 для защиты докторской диссертации. Вот представьте, вы готовите диссертацию и выбираете, например, по экономическим наукам в классическом варианте или в самостоятельном. Если в классическом у вас минимально будет 15 публикаций в рецензируемых изданиях, а если вы в формате научного доклада, то это 50 за последние 10 лет. То есть, это я вот вам такой пример привожу, очень яркий, для того, чтобы вы понимали, что вот с этими нюансами, друзья, нужно разобраться сразу. Пожалуйста, не оставляйте это на потом, потому что иначе вам придется переделывать все, это неэффективно, я экономист, я вообще за эффективность вашей работы, для того, чтобы она была и яркая, и чтобы не надо было ее писать всю жизнь. И следующий параметр – это качество журнала. В каком смысле? Качество публикации. В каком смысле? Ну, я уже даже опускаю мысль о том, что работа должна быть, ваша публикация сама по себе должна отвечать всем научным требованиям, которые предъявляются к научным публикациям. Я сейчас другое имею в виду, что эти публикации должны быть из соответствующих перечней, которые размещены на сайте ВАГ, и это должны быть результаты. А результаты, что подразумевает ВАГ, говоря о результатах? О вашей научной новизне. Вашим основным результатом исследования будет то, что вы выносите в качестве научной новизны. То есть, количественно и качественно мы должны удовлетворить экспертное сообщество, которое будет рассматривать нашу диссертацию. И, конечно же, когда мы начинаем писать диссертацию или когда мы пишем диссертацию давно, у нас разные стратегии по поводу требований. Давайте сейчас посмотрим. Значит, если вы диссертацию пишете давно, так бывает, я свою диссертацию кандидатскую тоже писала очень долго, 7 лет. Ничего страшного, дойти до цели все равно можно и нужно. Что нужно сделать, если это ваша история? Во-первых, обязательно проверьте уже опубликованные ваши работы на соответствие тем требованиям, которые есть. То есть, есть ли там у вас новизна, в рецензируемых ли они изданиях. Второй момент. Сейчас, когда вы будете выбирать журналы, обязательно учитывайте те нюансы, о которых я сказала, то есть актуальные списки, соответствие актуальной вашей специальности и так далее. Если вы только начинаете подготовку диссертации, вы вообще вот сейчас меня слушаете, вам страшно становится. Ничего страшного нет, все прекрасно, этот путь преодолимый. Но что нужно сделать? Вот все, о чем я сейчас говорю, вот на это обратить внимание, на это обратить внимание. Я, естественно, не могу в течение одного часа с небольшим хвостиком все вот это детально рассказать. Моя задача, вот ваше внимание, акцентировать на вот этих важных моментах. Поэтому, пожалуйста, разберитесь с алгоритмом, например, того, как правильно выбрать журнал. Посмотрите наш вот этот вебинар, который прошел, мы там это все обсуждали. Посмотрите, как перечень надо найти, какой перечень вам нужно, на какой перечень вам нужно ориентироваться. Мы это тоже об этом говорили. Просто с этим разберитесь. Будет что-то непонятно, можете написать на электронную почту, она на каждом слайде есть. Я, друзья, отвечаю, может быть, не сию секунду, но если у вас возникают вопросы, пожалуйста, пишите. Кроме того, если вы только начинаете писать свою диссертацию, и у вас есть какие-то сложности с пониманием того, как мне действовать, я, конечно, вас с радостью приглашаю присоединиться к курсу, который я буду проводить с 12 ноября. Мы там во всех деталях рассматриваем вообще весь путь, весь курс усыпан всевозможными именно нюансами, то есть какие-то вещи могут казаться очевидными до тех пор, пока мы не переходим на ваши примеры, а под каждый курс это новая группа, соответственно, новые специальности, новые нюансы, и поэтому, конечно, каждый получает пользу вот практически по всему тому, что вам предстоит сделать. Мы все с вами рассмотрим. Более того, в рамках домашнего задания можно получить от меня обратную связь, комментарии. Вообще многие участники прямо в рамках курса продвигаются при подготовке своей диссертации. Что касается еще важных нюансов, на которые я хочу обратить ваше внимание, это номенклатура и паспорт специальности. Это то, что вообще не очевидно, это то, что вызывает непонимание иногда. Давайте с этим тоже разберемся. Что такое номенклатура научных специальностей? Это некий перечень тех научных специальностей, утвержденный перечень. Я вам на слайд выношу, что это приказ Миноборнауки. У нас... Я буду сейчас использовать такие термины, как старая номенклатура, новая номенклатура. Старая номенклатура – это та, которая существовала до этого приказа, новая, которая существует. Сейчас, если вы только начинаете свой путь, вы спокойно оперируете термином новая и про старую вообще забудьте, даже в голову не берите. Если же вы давно пишете диссертацию, то вот сейчас наиболее внимательно послушайте, потому что это очень важные нюансы. Значит, у нас в старой номенклатуре... Так, я сейчас возьму указочку. Друзья, видна же указка, да? Сейчас моргните мне огнем, пожалуйста. Благодарю. То есть, смотрите, в старой номенклатуре у нас самое главное, чтобы легко вам, чтобы за 5 секунд вы поняли, у вас правильная специальность, актуальная сейчас или нет. Если у вас в шифре специальности 6 цифр, все, это старая номенклатура. Вот я больше даже об этом говорить ничего не буду. Если вы считаете, что вы будете защищаться по специальности, у которой есть шестизначный шифр, это старый. Например, я защищала докторскую по специальности 08005. Это старый шифр, я давно защитила диссертацию. Новая номенклатура выглядит совершенно по-другому. Шифры специальности сейчас имеют вот такое кодирование. Поэтому, если вы знаете про себя только тот шифр, старый, вам обязательно, в обязательном порядке нужно найти новую номенклатуру. Опять же, есть необходимость, можете написать на почту, дам вам. Можете найти через поисковик. Это никакая не тайна, друзья. Без проблем можно найти, но я обязательно вам рекомендую посмотреть, какая у вас специальность. Значит, эта номенклатура принималась у нас в 2021 году. Я вам документ показала, и она немножечко менялась. Немножечко менялась. Что менялось? Менялись отрасли наук. Поэтому, если вы когда-то, например, как только она была принята, вы в нее один раз посмотрели, для себя все определили, все-таки проверьте, пожалуйста. Последние изменения были в 2023 году, вдруг вы их не отследили для себя. Что менялось? По некоторым специальностям произошло добавление тех наук, по которым может быть присуждена ученая степень. То есть теперь, например, защищаясь по специальности 1, 2, 1, я могу получить степень кандидата в физмат-наука, а могу кандидата в технических наук или там доктора. То есть вот эта возможность была добавлена. Кроме того, добавляются иногда, как бы изменяется немножко структура научных специальностей. О чем речь? Самый такой тоже пример. Это вот с экономическими специальностями произошло добавление пункта. Было 6, стало 7. И вот какой спектр наук может получить, значит, человек, защищающийся, ученую степень по вот этой научной специальности. Зачем? И, соответственно, да, если вы давно пишете, обязательно, пожалуйста, проверьте, шестизначное или трехзначное, если трехзначное все в порядке, насколько вы свежую номенклатуру смотрели. Если же вы сегодня впервые слышите о том, что вот эта номенклатура сменилась, и мне нужно посмотреть свой новый шифр, обязательно изучите потом паспорт специальности. Почему? Потому что вам нужно ответить на вопрос, отвечает ли моя диссертация, которую я готовил там много лет, сейчас новой специальности, новому паспорту специальности. Если же вы только начинаете писать диссертацию, про старую номенклатуру просто забудьте, не берите в голову, чтобы вам не путаться. Новую номенклатуру используем и определяем по тому, в какой науке вы собираетесь получить ученую степень, определяем специальность, по которой вы собираетесь получить ученую степень. Что я имею в виду? Дело все в том, что паспорт научной специальности, то есть у каждой специальности есть паспорт, это документ, который ограничивает некое исследовательское поле, внутри которого должна оказаться ваша тема, результаты вашего исследования и так далее, и тому подобное. Если вы этого не сделаете, друзья, это чуть ли не самый частый повод, по которому не подтверждаются защищенные работы. То есть не подтверждается потому, что не соответствует паспорту специальности. Как сделать, чтобы ваша работа соответствовала паспорту специальности? Смотрите. Вот, например, я на своем примере буду приводить, просто чтобы не затруднять. Предположим, я себе сказала, я хочу защищать диссертацию по экономическим наукам, у меня экономическое образование. Все, я выбрала отрасль наук. Дальше что я делаю? Я из номенклатуры нахожу, где у меня экономика, и вижу, по каким научным специальностям я могу защищаться внутри экономики. Я вижу шифры, вот я вам показала эти шифры, и я себе определяю конкретный шифр. Так вот, моя тема и моя новизна должна быть не просто по экономике, она должна попасть вот в этот паспорт специальности. Что значит попасть в паспорт специальности? Это значит соответствовать паспорту специальности. И это первое, что определяет эксперт во время экспертизы вашей диссертации. Он будет отвечать себе на вопрос. Тема соответствует? Объект, предмет соответствует? Научная новизна, которая выдвигается на защиту, соответствует? И только после этого он вообще будет читать вашу работу или ваши документы или еще что-то. То есть вот это настолько важно. Вот этим требованиям нужно удовлетворить. Как выглядят паспорта специальности? Это вот такой документ. Вы ищете по своему шифру, обращаете внимание, что вот здесь в данном случае это только одна категория, да, это только педагогические науки. И что значит попасть в паспорт специальности? Ваша работа должна, вот прям есть в паспортах раздел направление исследования. Ваша работа должна быть о чем-то из того, что попало в этот паспорт. Ни о чем другом. Более того, в конце паспортов есть смежные, указаны смежные специальности. У вас тема не должна попасть в разные паспорта. Вот это очень важно. И обращаю ваше внимание еще по поводу паспортов на один очень важный момент. Это то, что некоторые паспорта предполагают, вот конкретная теория, история, культура, искусств, предполагают, что вы можете получить ученую степень по этой специальности, но по разным наукам. В связи с этим ваша задача, изучая направление, я, например, хочу по культурологии, да, тогда мне нужно вот брать конкретно то, что связано с этой наукой. Для того, чтобы вот попасть, вот как я говорю, попасть, уж извините за этот жаргон, в паспорт. Поэтому, друзья мои, паспорт – это то, что нужно в обязательном порядке, с чем нужно поработать. Какие тут возникают ошибки, какие здесь сложности, почему у людей… Я вам просто массу примеров даже в своем окружении, ну массу, не массу, ну прям три примера очень ярких могу привести, когда люди защищали докторские диссертации и им не утвердили ученые степень, им не дали диплом докторскую. То есть, казалось бы, человек же уже писал кандидатскую, он же уже в этом разбирается. Поэтому вот, пожалуй, наверное, из всех требований вот это, прям это то, с чем нужно обязательно разобраться. И здесь какая ошибка? Очень такое поверхностное отношение к паспорту. То есть, человек его нашел, открыл, посмотрел, сказал, а, ну, у меня об этом. И все. Это так не работает. Вам нужно прям в этот паспорт вчитаться, вам надо прям пункты определить, внутри которых вы попадаете, да, ваша работа попадает. И чем на более ранних этапах вы это сделаете, тем больше ваша работа будет как бы сфокусирована на вот этом, вот на правильной для вас области. И второе часто встречающееся, когда человек говорит, ну, я уже пишу диссертацию, я вот только что сегодня узнал про этот паспорт, ну, я уж вот ее допишу, а потом я посмотрю. Нет, друзья мои, вот представьте, вы дописали диссертацию, у вас уже весь текст есть, вы считаете, что вы умничка и молодец, а потом вы открываете паспорт и понимаете, что вы не видите себя там. Вот что-то вроде то, да не то. И вам придется это переделывать. А более того, если у вас новизна четко в паспорт не попадает, то это вообще проблема. Поэтому на потом мы ничего не откладываем с паспортом, а делаем это все на самых ранних этапах. И, конечно, что касается диссертационного совета, и здесь тоже, казалось бы, Наталья, ну, о чем вы сейчас нам говорите, какой диссертационный совет. Я, например, только тему выбрала, диссертационные работы. Отвечая на вопрос, когда его выбирать, я бы сказала сразу, потому что я всегда недоумеваюсь, задаю такой вопрос, а почему бы его не выбрать сейчас? А что вам мешает его выбрать? Почему вы откладываете на потом? Часто люди говорят, ну, вдруг этот совет закроется? Ну, выберите парочку советов. То есть в любом случае, вот принципиально, вот прям глобально, навряд ли ситуация изменится. Особенно если вы пишете в режиме все-таки тех сроков, которые установлены. Если вы за 2-3 года пишете там кандидатскую, за 3 года пишете докторскую, то, соответственно, вы, скорее всего, в диссертационные советы выбранные попадаете. Ну, на всякий случай выберите не один. И здесь самое главное, друзья мои, вот то, о чем мы с вами говорили, определить, а вот это-то уж вообще на старте. Хорошо, конкретный диссертационный совет вы, может быть, не готовы выбирать или не знаете, как его выбирать. Мы тоже в каком-то из вебинаров об этом говорили. Как это делать подробно? Значит, по крайней мере, определитесь, это классический диссертационный совет, деятельность, которую регламентирует ВАГ, или это совет, который сам будет присуждать ученую степень. У вас в дипломе будет написано, что это ученая степень такой-то организации или такой-то образовательной или научной организации. Потому что, вот я вам пример привела, что абсолютно могут быть разные требования. Здесь у вас, например, требуют 15 публикаций, а там могут требовать 10, вроде меньше. Но, допустим, только в Копус Web of Science. А это вообще разные вещи. Поэтому ваши публикации могут вам не подойти. Как сделать первый шаг для того, чтобы не бояться этого? Все равно этот шаг придется делать. Надо зайти на сайт ВАГ. Сайт ВАГ, ищем через поисковик, это появится, у вас самая первая по запросу ссылочка. И вот там такая плашка есть «Диссертационные советы». Вы на нее нажмете, и там у вас откроется ссылка на действующие диссертационные советы. Я буквально вчера посмотрела их количество. Их на данный момент 1800 штук. То есть мы спокойно с вами можем выбрать. Опять же, кажущаяся изобилие, да, но при этом, при этом, друзья, скажу, что иногда по некоторым специальностям советов очень-очень мало. Либо они очень территориально далеко от вас, либо у них редко защиты бывают. То есть вы посмотрите, начните хотя бы этот шажок, сделайте, выберите те, которые подходят под вашу специальность, увидите, какое их количество. Там все очень легко. В фильтре вносите шифр вашей специальности, у вас остаются выбранные советы, которые вам подходят. Если мы говорим о самостоятельных советах, то у нас действует по-прежнему распоряжение правительства, которое было, почему-то у меня здесь его нет номера, тоже ищется без проблем распоряжение правительства, которое еще давным-давно утвердило научные организации образовательные, которым дано такое право. Но опять же, опять же, сразу вас уведомляю, вы не обязаны это знать, а я обязана, потому что я это отслеживаю. Постоянно ведется запрос со стороны ВАГ относительно того, какие еще организации хотят к этому формату присоединиться. По крайней мере, на сайте ВАГ постоянно с той или иной периодичностью, давайте так скажу, появляются документы, подтверждающие, что этот процесс ведется. Почему этот список не обновляется, я, к сожалению, не могу вам сказать, с чем это связано. Но то, что такая работа ведется, и, возможно, мы увидим расширенный этот список, я допускаю этот момент. Но даже если мы этот список расширенный не увидим, нам предоставляется еще одна возможность, которой раньше не было. Это тоже возможность, которая официально внесена в нормативные требования, возможность защищать, то есть к существующей вот этой сети диссертационных советов добавляется еще один вариант диссертационных советов, которые получили название «разовые диссертационные советы». То есть это такие диссертационные советы, которые создаются под защиту конкретной диссертации. Я сейчас не буду углубляться в процесс их создания, потому что это достаточно непростой процесс. И я так полагаю, что еще точно так же, как в защите в формате научного доклада, кандидатских диссертаций, пока еще такая тема не совсем очевидная. «Разовые диссертационные советы» пока тоже вот такая не совсем очевидная тема. Но уже это официально внесено в положение, то есть это действующая норма, действующая норма. И здесь мы, конечно, с вами должны понимать, что, может быть, мы и такой вариант будем с вами использовать, если нам это подходит. И опять же, если вы только начинаете, я вот сегодня на протяжении всей нашей темы, я уже закругляюсь, я вижу ваши вопросы, сейчас я, коллеги, туда в чат приду и буду на них отвечать. Я еще раз хочу сказать, что если вы только начинаете свой путь, то я просто вам искренне, как добрый друг и товарищ, рекомендую то, о чем мы сегодня говорили, прямо пошагово вот учесть, вот это посмотреть, вот это посмотреть, выявить для себя какие-то нюансы, и тогда ваш путь станет вам более понятным. Раз. А во-вторых, он будет точно более эффективным, потому что вы будете делать правильно. Вы не будете идти просто, вот как многие говорят, а я пишу диссертацию, и а какие к тебе требования предъявляются, человек этим вопросом не задается. Он говорит, я сейчас напишу, мне сначала написать, а вдруг я ее не напишу. Вот как бы такой вопрос, он чаще задается. А я всегда задаю другой вопрос. А если вы ее напишите неправильно? Представляете, вы уже потратили кучу времени, энергии, интеллектуальных своих сил и всего, и это сделано неверно. Поэтому вот эти требования, как бы они сейчас кому-то не показались, но это же банально. Я это знаю, кто-то скажет. Я все время говорю, вы, пожалуйста, знаете прекрасно, проверьте, ваша работа соответствует этим требованиям или нет, если вы давно пишете. А если вы недавно пишете, тем более посмотрите и выстроите свой путь таким образом, чтобы вот эти требования все учесть. И в том числе, с точки зрения выбора совета. Потому что, опять же, это влияет и на требования, которым вы должны будете соответствовать. Закругляясь, друзья, закругляясь, друзья, я хочу вам сказать, что где мы можем это все посмотреть. Значит, все, что нам нужно выбирать и проверять, мы делаем на сайте ВАК. Я сейчас не хочу обесценить ни в коем случае рекомендации научных руководителей. Я сама являюсь научным руководителем. Я просто понимаю, что мы все живые люди, мы можем что-то просмотреть. Поэтому, пожалуйста, если вы пишете диссертационную работу, возьмите эту ответственность на себя. Выбирайте журнал для публикации, зайдите на сайт ВАК. Это несложно. Посмотрите действующий перечень, выберите журнал и спокойненько готовьте работу. Хотите выбрать диссертационный совет? Заходите на сайт ВАК, выбирайте, смотрите по своей специальности диссертационные советы, изучаете их сайты, смотрите подход, странички смотрите, подходит, не подходит, делайте выборку. Уже с этой работы идете к своему научному руководителю для того, чтобы он помог вам принять решение. Потому что все-таки научный руководитель, это, конечно же, ваш наставник, это, конечно, ваш попутчик на этом пути. Но это тоже человек, который тоже может что-то не увидеть. Поэтому смотрите и тот, и другой. Если вы это будете делать вместе, это всегда будет более качественно, чем если вы будете пытаться это делать в одиночку. Ну и, безусловно, если вдруг у вас нет научного руководителя, или есть научный руководитель, но вам, может быть, страшно, неудобно задавать какие-то вопросы, или вы, в принципе, просто хотите разобраться с тем, как писать диссертацию, для того, чтобы чувствовать себя уверенно. У нас на курс часто приходят люди, которых сами научные руководители отправляют на курс, просто потому что потом с подготовленным человеком приятно, удобно и очень классно работать, потому что работы получаются тогда яркие. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такое желание, можете присоединиться. Ну и, конечно, приходите на вебинары, потому что мы всегда делимся тем, что полезно, важно и нужно для вашей успешной реализации вашего замечательного, амбициозного, я бы так сказала, плана. Поэтому, друзья, я с контентной частью закончила. Я сейчас перехожу в чат для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Я буду рада, если вы мне моргнете, насколько сегодня вам было полезно, потому что я не вижу ваших глаз, а это очень важно, некий такой контакт. Поэтому я буду ориентироваться на ваши огоньки. И я сейчас посмотрю, какие у нас вопросы. Какие у нас вопросы. Где найти требования к публикациям по защите кандидатской в виде научного доклада? К докторским есть требования по публикации, к кандидатской не могла найти. Екатерина, к кандидатским требования простое, 10 публикаций, не ограниченное временем. То есть если докторская, то есть вам искать ничего не надо, я вам сейчас отвечаю на этот вопрос. Значит, для докторской 50 за 10 последних лет, для кандидатской 10 штук. Это минимальное требование, которое определено. Вы просто, может быть, просмотрели положение, присуждение ученых степеней. Так, могу ли я защитить диссертацию по теоретическим наукам, имея юридическое высшее образование, и также могу ли я защитить диссертацию на соискание докторской по отличной. От того, что было. Друзья, да, мы можем менять с вами специальности и науку, но понятно, что если мы говорим про кандидатскую диссертацию, то нужно понимать, что мы же будем сдавать кандидатские экзамены, там будет экзамен в том числе и по специальности, то есть это просто уровень готовности осваивать совершенно новый область. Если да, то, конечно, без проблем. И вообще и специальности вы можете поменять, и науку можете поменять. Наверняка вы встречали людей, у которых там кандидатская по-разному абсолютно, специальностям или по разным наукам, или там, что называется, дважды доктор. Доктор физмат, наук, доктор экономических, например, наук. Да, это всё очень возможно. Подходами, которые мы были для данного исследования. Дмитрий, ну это разговор на несколько часов. Напишите мне, пожалуйста, на почту, да, я тогда вам просто скажу, может быть, какие-то идеи свои сформулирую. Просто это действительно вопрос очень хороший, но очень долгий для ответа. Требования к публикациям по защите кандидатской в научном докладе именно в журналах. Все требования, которые конкретно по защите в форме научного доклада, есть положение присуждения учёных степеней. И вот там, что написано, на то мы с вами и ориентируемся. Я сейчас сходу могу вам вот эти нюансы не произнести, но там чётко написано. Я обращаю ваше внимание, друзья, что это, конечно, минимальное требование. Минимальное. То есть у нас всё равно должен быть какой-то запас. Вдруг вашу какую-то публикацию, грубо говоря, не засчитают. Поэтому, конечно, надо, чтобы был запас. Ну что, друзья, я вижу, что у нас вопросов нет. Я благодарю вас за то, что вы присоединились. А, нет, подождите, во вкладочке вопросы вижу. Так, 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 какие основные требования предъявляются к поступающим? К поступающим, друзья, я по подготовке диссертации по поступлению в аспирантуру, докторантуру даже не буду браться вас консультировать, не знаю. Так, следует начинать поиск диссертационного совета, ответила. Какие документы необходимо подготовить для подачи в диссовет? Но сегодня, к сожалению, не тема этого разговора. Там достаточно большой пакет документов. И поэтому, опять же, вот такого плана вопроса. Если вам нужен детальный ответ, я вам на скидку сейчас, естественно, не скажу весь этот пакет. Можете мне написать, я вам отвечу. Ну что, друзья, я благодарю вас за то, что вы были вместе со мной, за то, что вы приходите, за то, что вы делаете очень классное дело. Вы занимаетесь научными исследованиями. И самое главное, вы не просто ими занимаетесь, а собираетесь учтить диссертацию. Я желаю вам всевозможных удач, успеха, чтобы всё было замечательно, чтобы всё получилось. Всего доброго, до свидания.